В эфире «Новый день» и пришло время самой любимой и самой интересной рубрики нашей программы – это «Гость в студии». Но сегодня действительно, мне кажется, будет интересная, насыщенная беседа, потому что в гостях у нас Евгений Зиборов, эксперт по семейным отношениям, конфликтолог. Он приехал к нам в город из Воронежа. И, собственно, если говорить о Евгении, то он в 30 лет оставил успешную карьеру директора по ключевым клиентам и ушел в психологию, мне кажется, на всю жизнь. И еще один прекрасный гость в нашей студии – это Надежда Дьяконова. Она визажист международного класса, но последнее время, или параллельно, Надежда, я так понимаю, вы увлекаетесь тем, что организуете мероприятия для психологов. Верно? Да. И сегодняшний гость, в общем-то, благодаря Надежде, сегодня с нами встречает это утро. Да, совершенно верно. Евгений, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в психологию, что стало, может быть, каким-то решающим шлагом, или какое-то событие произошло, и вы прям углубились в психологию. Ну, я на самом деле всю жизнь интересовался психологией, мне всегда было интересно люди, их внутренний мир, отношения между ними. И даже когда я работал просто на разных работах, я всегда, как мне кажется, решал эти вопросы параллельно. То есть, вот мне было интересно все эти конфликты, какие-то междоусобицы, что происходит, и вот как-то я с этим всегда взаимодействовал. Ну, и просто со временем я понял, что я хочу непосредственно именно этим заниматься, вот, тотально, выделить на это свое время. Вот, примерно так я пришел. К нам приехали вы с какой целью? Какие-то мероприятия будете проводить? Да, мы организовываем в Иркутске, на Байкале несколько тренингов. Мы как раз говорили об искусстве семейного скандала. Такая у нас была тема, очень востребованная, интересная. Да, у нас есть также несколько мероприятий в Ангарске. Вчера мы встречались с людьми, говорили тоже на тему отношений, на разные какие-то трудности, которые встречаются. Сегодня также будет мероприятие такое достаточно интересное, трансформационное. Ну, вот, то есть, благодаря надежде мы так осваиваем ваш город, как-то вот несем эти знания, какую-то помощь для людей, потому что это очень востребовано. Надя, расскажите, пожалуйста, как вы так вот интересно переквалифицировались или параллельно, получается, открыли новую эстезию и стали организовывать вот такие мероприятия? Я работаю с женщинами, делаю макияж и прическу. И всегда нужна психологическая помощь в некоторых моментах. Это когда невесты, это когда волнительные мероприятия в виде юбилеев и праздников. И я всегда была чуть больше, чем визажист. И природная эмпатия присутствует со мной все время, я просто стала ее развивать. Я поступила на второе высшее образование в Институт ценностно-ориентированной психологии. И, собственно, Евгений Зиборов является моим куратором. И уже на протяжении полутора лет, уже на протяжении полутора лет я получаю знания, навыки и очень четкую, заботливую, поддерживающую такую вот историю от Евгения. Что если какие-то случаются сложности, трудности и конфликты, я всегда могу обратиться. И это меня вдохновило на то, чтобы привести Евгения к нам в область и показать людям, какой подход еще может быть. Психологов очень много сейчас. И, к сожалению, есть уже перековерканные какие-то информационные моменты. Что такое психолог? Кто такой психолог? И многие боятся. Многие прямо категорически не хотят. Но есть те люди, которые готовы развиваться. И я просто показываю, какие направления еще могут быть. Евгений, я знаю, что у вас есть образовательные программы. И вы, собственно, автор. Вот расскажите поподробнее об этом. Какие программы и на что они направлены? Какие-то особенные, которые не на слуху. Ну вот одну программу я уже сказал. Это то, что мы проводили на Байкале. Это искусство семейного скандала или искусство семейных отношений. Есть также программы, которые направлены на обучение людей гармонично выстраивать свою жизнь. Так называемая программа сам себе психолог. Потому что, знаете, если мы говорим о каких-то таких профессиях, каких-то узкоспециализированных, я не знаю, например, это юрист или, например, доктор. Это то, что так или иначе люди, они должны как-то учиться специально, как-то осваивать. Если говорить о психологии, это та сфера, которая просто необходима каждому ежедневно. В отношениях, взаимоотношениях на работе с коллегами, самим собой, в своем эмоциональном состоянии. Например, когда мы проводили встречу с людьми, то, по большому счету, люди задавали вопросы, обращаясь к психологу. Но эти вопросы, они встречаются с ними каждый день. Например, а что мне делать, если я никак не могу остановить мысли? Я прихожу с работы, и вот у меня вот эти мысли, они тянутся, я не могу успокоиться. Что мне с этим делать? Или, а вот как мне общаться с детьми, если я все время на них эмоционально срываюсь? А что мне делать для того, чтобы мой муж меня услышал, понял? Или моя жена, она наконец как-то меня услышала и поняла, что я хочу? То есть это вроде как психология, но на самом деле это же про жизнь. И вот я стараюсь людям давать те знания, которые не будут, знаете, какие-то такие прям, какие-то такие сложные, замудренные, с какими-то сложными словами, типа там аддикция, аффектное состояние. Да, ну вот часто психология, она предподносится, что это такое очень сложное. На самом деле это все очень простое, жизненное. И вот я свою задачу вижу в том, чтобы вот эти вот сложные вещи переводить на простой язык, чтобы каждый мог ими воспользоваться. И просто наладить, гармонизировать свою жизнь, чтобы он был счастлив дома, на работе, с друзьями, с коллегами, в самореализации, самим собой. Вот, в принципе, все мои программы, они направлены вот на вот эти разные сферы, на их глубокую проработку, освоение, можно так, наверное, сказать. Подтверждение того, что это все эффективно, у вас долгий счастливый брак, да, насколько я знаю? Да, да, ну вот мне сейчас 37, да, мы с супругой 18 лет, мы недавно подводили итоги, то есть полжизни, полжизни вместе уже, да. Поэтому все свои знания, в первую очередь, отрабатываю на домашнем полигоне с супругой, с детьми, у меня два сына, да, поэтому есть много опыта, да, вот. По сути, я и приношу все эти знания, и вот, знаете, как вот тестовая база, и вот все там мы укатываем, отрабатываем, корректируем, да. А потом я могу это уже реализованно отдавать людям, да, что не просто сухая теория, да, это реализованная практика. А супруга в курсе, что вы отрабатываете психологические тактики в семье? Я не отрабатываю психологические практики, тактики, да, я работаю над отношениями, да, но я же, естественно, использую те знания, которые есть. Ну, конечно, она в курсе, да, вот, иногда она противится, но потом понимаешь, что это полезно. Расскажите, пожалуйста, про раздел конфликтологии вот внутри семьи, что это за раздел, над чем он помогает, я не знаю, в жизни работать, и как выводит жизнь на другой уровень? Вот если вас, например, спросить, как вы вообще относитесь к конфликту, вот первое, какое ощущение или чувство возникает? У меня уже позитивно. У меня уже позитивно, да, вот у меня тоже очень позитивно, да, но в основном, когда люди слышат конфликт, это что-то такое плохое, это что-то больное, где много каких-то негативных переживаний, где какие-то скандалы, они могут сразу вспоминать какие-то истории, там, как вот у меня родители, у меня там кто-то еще, да. Но на самом деле конфликт – это очень позитивная вещь, и мы с конфликтом сталкиваемся ежедневно, вот, и если мы с этим конфликтом не умеем работать, то мы, по сути, просто остаемся на одном уровне. Ну, то есть, например, приходит какая-то задача, ну, не знаю, например, жена просит мне что-то, а я говорю, нет, я не буду это делать, или мне нравится форма, в которой ты мне сказал, это уже конфликт. То есть, у меня уже внутренний конфликт, то есть, жена, может быть, не подразумевает ничего такого, она просто, ну, и не выкини мусор, а я такой, а что это я буду опять мусор выносить, да, ты же мне рубашку не погладила, я так думаю, я не говорю, да, я не буду выносить мусор, я могу занять, у меня сразу начинает конфликт, вот, и вот, как с этим работать, что с этим работать. И поэтому, если мы говорим даже о конфликте в отношениях, в первую очередь надо сказать, что это конфликт внутри себя, не конфликт в отношениях. Конфликт в отношениях, это знаете, мы возьмем проектор сейчас, выведем на экран. Мы же понимаем, что не экран показывает картинку, а проектор стоит. И вот когда мы говорим о конфликте, то это означает, что внутри у меня проектор, и вот я просто транслирую его на другого человека. И когда другой человек, он это видит, он как бы включается в это кино, если он также не умеет работать с конфликтом. Если он понимает, что происходит, он не включается в это. Он понимает, это твоя история, тебе непросто, я понимаю, я готов быть с тобой или готова быть с тобой. И тогда человек, он просто к себе возвращается. Вот мы, например, когда говорили о тренинге «Искусство семейного скандала» на Байкале, и люди пришли, такие, ну все, сейчас научимся, они сразу думают о том, что вот у меня дома скандал, вот я хотел разводиться, у меня там муж, вот он такой, она такая. Сейчас, наконец-то, меня научат, что надо сказать, чтобы он меня понял или она меня поняла. Мы не с этого начали. Я сказал сразу, смотрите, друзья, скандал – это просто финальная точка. Давайте начнем с базовых вещей. А с вами-то что? И вот тут все посыпались. Потому что никто не хочет заглядывать внутрь. Но постепенно, когда мы начинаем эту тему развивать, то каждый человек, он понимает, что да, просто в жизни я не уделяю достаточно внимания себе, своему состоянию, своим чувствам, вообще своим жизненным задачам, смыслам. И когда мы к этому начинаем возвращаться, вот этот конфликт или раздражитель, да, муж, жена, ребенок, начальник, кто угодно, да, он сразу отходит на второй план. Снимается фокус внимания, снимается напряжение. И человек, он начинает думать, ну а как я могу конфликтовать, если я с собой не разобрался? И когда человек решает свои вопросы, он входит в конфликт, и он не видит там врага, он не видит там проблемы, он просто видит человека, у которого тоже есть какие-то свои задачи, у него есть какие-то свои тараканы, свои боли. И он понимает, что нам надо просто найти какое-то решение, при котором мы можем быть вместе. И тогда начинается поиск. То есть конфликт – это поиск. То есть конфликт сталкивает меня со своим ограничением, то есть если мы говорим о том, как решать конфликт, он сталкивает меня с моим ограничением, я это замечаю, я иду, решаю свои ограничения, вхожу в конфликт, и дальше я ищу уже вместе с человеком, что мы будем делать вместе. То есть конфликт выводит меня на новый уровень отношений, на новый уровень результата. И это везде. Например, это то же самое в деньгах. Деньги – это тоже отношения. Если я сталкиваюсь с каким-то потолком финансовым, это конфликт. Это означает, он возвращает меня перед себе, я что-то меняю в своем мышлении, в своем отношении, какие-то задачи. И потом я прихожу, и я, естественно, сразу расту. Я знаю, что вы пять лет обучались у всемирно известного Олега Готецкого. Что вы взяли от этого? Что это вам дало? Олег Георгиевич, но это мастер своего дела. Я с ним знаком уже с 2008 года. Но потом как-то я не был связан. И потом, когда на моем жизненном пути возник вопрос, что я хочу развиваться. И у меня были четкие критерии, у кого я хочу, что это должен быть за человек, какие-то его моральные растения, настроенности. И я про Олег Георгиевича даже не думал. В какой-то момент я просто взвидел какую-то рекламу, оказывается, у него уже был институт, и я понял, вот мне туда и надо. Но это, по сути, перевернуло мою жизнь. Я бы сказал, знаете, это, как говорят люди, до и после. Потому что, когда я увидел, с чем он работает, очень удивительный метод, может быть, мы об этом поговорим сегодня, если вы захотите. То есть это метод, который не просто решает какие-то, знаете, так сказать, локальные задачи, а он глобально перезагружает наши жизненные какие-то парадигмы, наше жизненное мышление. То есть это та психология, которой я занимаюсь, которая помогает человеку вообще полностью избавиться от всего мусора. От всего мусора лишнего. И вот настроить свою жизнь на те жизненные приоритеты, потребности, желания, которых я и хочу. То есть не просто, знаете, какой-то компромисс найти. Вот я сейчас, да, ну вот там как-то конфликт решу, конечно, это не совсем то. Ну, жить можно. И вот, знаете, вот обычная психология часто подразумевает какие-то такие компромиссы. Вот мне не нравится, никогда не нравились жить ни компромиссы, поэтому мне хотелось глобально, тотально, что если ты хочешь жить нормально, давай будем с этим работать. Ну, давай честно. Зачем тебе? Сейчас ты немножко замел под ковер, но потом ты же понимаешь, придется когда-то делать генеральную уборку. Давай сразу, ну, начнем делать эту генеральную уборку. Постепенно, может быть, да, чтобы не было какого-то напряжения, стресса, но мы будем заранее двигаться в то направление, которое делает тебя успешным, счастливым, здоровым, гармоничным, реализованным. Мы же это все хотим, да, мы же не просто хотим решить какую-то задачу. Мы хотим, чтобы у нас было хорошо по всем фронтам. За счет чего? За счет чего? За счет чего? За счет очень точного понимания, что такое человек и в чем он нуждается. Кто такой человек и в чем он нуждается. Вот человек — это личность, понимаете, вот человек — это личность. И вокруг этой личности есть разные сферы. Сфера здоровья, сфера отношений, сфера реализации и так далее. И вот если мы с личностью не работаем, а работаем отдельно с отношениями, здоровьями, с конфликтами, ничего не меняется, потому что ядро остается такое же. Но если мы идем работать с личностью, и мы даже не трогаем отношения напрямую, они автоматически меняются. Цветочек вырос, лепесточки раскрылись. Знаете, есть такой образ, очень понятный, как психология, которой я занимаюсь, что если вы хотите, чтобы дерево росло, нет смысла отдельно поливать веточки, яблочки. Нужно поливать корень. И когда вы поливаете корень, крона расцветает, листочки расцветают, яблоды созревают. Но если вы будете отдельно, ничего не произойдет. Это просто какая-то бесполезная деятельность. Вот психология должна быть такой, она должна корень поливать. Надя, совершенно случайно я узнал о таком понятии, как психологический перформанс. Что это такое? Расскажите. Психологический перформанс — это новое направление. Вообще для нашей Иркутской области такого формата мероприятия еще не проводили. И я набралась решимости наших ангарчан, иркутян подвести как-то плавно к этому мероприятию, объясняя на своем опыте, как я поняла и как я чувствую. Но если коротко говоря, то это живая встреча с людьми, где разговаривают очень легко, просто, в формате общения, беседы, но про жизнь. И более подробно я хочу, чтобы Евгений, как автор программы, дополнил и рассказал нашим гостям. Психологический перформанс. Сложное слово, перформанс вообще, что оно обозначает. Но, по-моему, с английского перформанс — это что-то типа представление, исполнение, что-то такое. И я специально, знаете, немножко придал такой театральный оттенок. Перформанс — что-то такое. Вот, знаете, спектакль, перформанс. Есть сейчас такие психологические форматы, стендап, перформанс. Для чего? Потому что часто люди, почему они не живут свою жизнь? Они не чувствуют, что это безопасно. Например, я сейчас скажу своему мужу всё, что я хочу. И что-то будет, мама. Непонятно, да? Или на работе я скажу начальнику, что я уже не хочу работать, или что-то мне это достало. И что-то лобует. И они не чувствуют безопасность. Поэтому боятся жить настоящую жизнь. И вот мне бы хотелось, чтобы люди, они получали такой опыт. И вот что мы делаем на психологическом перформансе. По большому счёту, люди приходят со своими какими-то актуальными запросами. Вот всё то, что мы говорили до этого. Здоровье, реализация, отношения и так далее. И мы с этим начинаем работать. Ну, то есть я как психолог, как психотерапевт, я помогаю тот опыт, который они боятся проявить в жизни, чтобы они начали это делать. Мы вас благодарим за то, что вы пришли к нам. Благодарим Вселенную, что мы здесь встретились, и вы приехали в Иркутск, и были в Ангарске. Вот, очень приятно было с вами общаться. Спасибо за такую возможность. Это взаимно. Спасибо, что пришли. До свидания.